Потом я, наверное, расскажу вам, как сейчас я работаю, какие цели, что меняется. У меня скоро будет ровно год, как я начал заниматься VPC, отошел от выкупов исключительно. В принципе, на данный момент я исключительно только занимаюсь получать VPC, выкупами не занимаюсь вообще. Хотя есть такие возможности, но нету просто уже, наверное, такой необходимости, вот как раз расскажу, какие причины. Всем привет, меня зовут Дмитрий, мы уже со многими из вас знакомы, я создатель VPC Tools, мы раньше с Денисом довольно часто проводили вебинары, сейчас, наверное, последних полгода вебинаров не было, мы за это время значительно обновили софт. И, собственно, сейчас я хотел бы первую часть нашего вебинара посвятить тому, что у нас появился, а вторую часть, собственно, ответить на вопросы, как VPC, сколько у кого какие есть, вы выбрать ответы. Собственно, про наш софт могу показать основные изменения, которые у нас произошли, они довольно ключевые, и сейчас для всех, кто работает с VPC, ну, увидит, насколько это удобно. Прежде всего, у нас появился инструмент, он называется VPC Wizard, и этот инструмент больше подходит для новичков, но также, например, компании довольно, аккаунты довольно крупные, также им пользуются для каких-то своих новых товаров, которые они только привезли или хотят перезапустить и так далее. Что он делает? Я очень коротко пока расскажу, ну, вот на примере этого аккаунта, это один из наших клиентов, все данные у него зашифрованы, то есть, не понятия, не знаю, кто там продает, вот, но цифры реальные, то есть, это реальные его продажи, но что он продает, естественно, понять здесь невозможно. VPC Wizard это такой инструмент, который позволяет автоматизировать вашу рекламу с помощью добавления товара в нашей системе, а дальше наша система уже начинает оптимизировать и выстраивать рекламу самостоятельно, основываясь на определенных правилах. Всего правил у нас на текущем номере 8, которые создаются конкретно под добавляемые товары и, соответственно, по этим правилам в дальнейшем ведется реклама, создаются новые компании, подбираются новые автоматические ключевики, устанавливаются ставки и вычищаются неэффективные слова, добавляются в негатив. Наверное, все 8 правил сейчас я не буду рассказывать, они, в принципе, есть, их можно посмотреть, но в основном они связаны с ОКОСом. Я буду называть ОКОСом, не буду называть ECOS, уж так все привыкли с ОКОСом, уж так буду говорить ОКОСом. В основном они связаны с ОКОСом, с низким CTR-ом, ну и различными другими, там, слишком высокими ставками или слишком малым количеством показов и так далее. Когда, ну, то есть, если очень коротко рассказать принцип работы нашего визарда, он выглядит следующим образом. Вы добавляете товар в визар, дальше он создает так называемый discovery-компанию, то есть, это исследовательская компания, которая начинает собирать ключевики. Это автокомпания обычная, которая создается в Амазоне, и смысл этой компании, она запускается где-то порядка на 2-4 недели, в зависимости от того, как она успевает быстро собрать данные, и она начинается сбором, она начинает заниматься сбором ключевиков, собственно, которые Амазона сама вам предлагает, наиболее ревелантных. Как она это делает? У нее решетка или фильтр, по которым проходят ключевики для следующей компании, она называется research-компания, то есть исследовательская, и наша система начинает выбирать ключевики из ваших автокомпаний автоматически, естественно, без вашего участия, которые проходят последующих ребенка. Ну, во-первых, сразу попадают туда все ключевики, у которых есть хоть одна конверсия, то есть это один заказ. То есть если ключевик показал какую-то конверсию, он сразу автоматически минусуется. В автокомпании добавляется research-компания. Второй ключевик, который попадает под этот же фильтр, это ключевик, у которого высокий потенциал, то есть он пока не показал никаких продаж, но у него высокий потенциал. Что это значит? У него хороший CTR, довольно высокий, у него много показов. Мы не будем ждать, пока он покажет продажу, потому что нам кажется, что он уже хороший кандидат для research-компании, мы переносим его в research-компанию, и дальше его начинаем там обыкновенно. И третий кандидат, скорее отрицательный кандидат, который мы минусуем, это кандидат, который в принципе не может показать ничего хорошего, у него тоже не было ни конверсии, ничего, но просто мы не тратим бюджет, это кандидат с низкой CTR. То есть в таком случае мы его минусуем, и в дальнейшем просто деньги не сбиваются на таких учебных. После того, как мы обработали, то есть после того, как робот обработал discovery-компанию, это где-то проект к четырех недель, он снижает не ставки, и дальше уже начинает работать research-компания. Как это выглядит, я сейчас вам покажу. Вот два, сейчас два SKU, которые находятся в процессе Blizzard, здесь у них создаются компании, но я сейчас раскрывать не буду, потому что там будет видно, какие компании создаются, имена компании зависят от SKU, поэтому раскрывать их не буду. Но там созданы сейчас три компании, это Discovery, Research и Profitable, в которых, собственно, происходит автоматическая выборка новых ключевиков, автоматическая работа со ставками в зависимости от окоса и так далее. И, соответственно, все самые сливки, все самые лучшие ключевики автоматически отбираются в профитовую компанию, и в дальнейшем уже работа происходит только с ними. Чем это отличается от ручного труда, почему это хорошо, и, собственно, почему нужно использовать визер по сравнению с ручными методами? В основном это как гигантское экономное время, то есть даже если вы используете какие-то автоматизированные системы, типа PPC-скопы и так далее, все это все равно приходилось делать руками, и все выборки всех ключевиков из автокомпании, все это происходило, ну, либо в каком-то полуавтоматическом режиме, либо вообще в ручную, то есть вы сами мониторили автокомпании, сами мониторили ключевики, добавляли все в новую компанию, все это просто выручную, ну, или в полуавтоматическом режиме. Здесь это происходит полностью автоматически, что позволяет, собственно, и робот это делает значительно лучше человек, потому что, например, он это делает практически сразу в каком-то виде статичным. То есть, во-первых, это экономия денег по сравнению с ручным трудом, ну и самое главное экономия денег. Вот. Ну и происходит это все довольно быстро и с высокой точностью, что тоже человеку довольно сложно сделать, потому что, ну, ручной труд это всегда более длительный процесс и менее точный. Робот всегда сделает быстрее ручной. Минусы такие могут быть. Минусы могут быть только что, если вы что-то на интуитивном уровне, возможно, там, чувствуете или знаете, что вот эти ключевики, они могут лучше для вас работать, потому что у вас уже есть какой-то опыт с какими-то ключевиками или что-то, да, у человека здесь может быть какое-то преимущество, но, опять же, если у ключевика хороший потенциал, робот все равно его найдет, все равно его принести в компанию, где он уже начнет менять ставки, там, добавлять негативы по стиле со стернами и так далее, но все равно, на мой взгляд, робот это делает ключевик. Чем это полезно новичку? Новичку это полезно тем, что ему не нужно делать огромные исследования, как работают PPC, принципы формирования компаний, как надо делать группы, соответственно, чтобы они были по броду, по фрейзу, по экзекту. Робот все автоматически сделает за вас сам. Для новичков это вообще идеально, то есть вы просто выбираете товар, который вы запускаете, ну, то есть здесь вот можно посмотреть, как напускается, у вас в самом начале будет кнопка старт визор, то есть, когда вы запускаете первый раз заходите в нашу систему, этот папа появляется автоматически. А дальше вы уже выбираете, а сейчас, опять же, не будет, потому что он раскроет искаюшки моего клиента, поэтому вы можете нажать старт визор, дальше вам предложат выбрать тискаю, под который вы, собственно, запустите эту систему, а дальше уже будут вопросы касательно рекламного бюджета, то есть вы можете ограничить на визор рекламного бюджета какую-то сумму на каждую вариацию, и дальше уже вся эта система будет работать. Соответственно, для новичков, я считаю, те, которые не очень хорошо разбираются в PPC, это идеальный вариант, потому что здесь, в принципе, не просто выбрали свой товар, запустили визор, а дальше он делает рекламу сам. То есть он не просто, как раньше у нас был автопилот, регулирует ставку, но основное, что он здесь делает, он делает практически всю работу. То есть он находит сам новые кучевики, он выистрирует эффективные кучевики, добавляет их негативы и, соответственно, регулирует ставку. Это что касается PPC Wizard, это один из самых наших новых функционалов, который уже хорошо протестирован, он работает, тестирует на крупных аккаунтах с ширенным трафиком, с большими продажами, поэтому работа его довольно надежна, и вы можете спокойно пользоваться, то есть это уже проверенный инструмент. Если у вас второй вариант, если вы сами какие-то ведете компании, уже более-менее понимаете, как можно делать в компании, как нужно делать переносы, как минусовки и так далее, для вас подходит вариант с Автопилотом. Автопилот, чем отличается от Vizor, он работает уже с готовыми компаниями, то есть если Vizor сам создает компании, сам делает переносы слов, то есть полностью, то есть вы указываете, сколько остают, то Автопилот, он несколько попроще, он просто оптимизирует те компании, которые у вас есть, и компаниями довольно, ну он близок к тому, что делает Vizor, но несколько отличается, то есть если Vizor делает вообще все, то есть вы просто указываете, он делает все, то Автопилот, он работает с вашими ставками, он выискивает негативные ключи в ваших компаниях и добавляет их в негативы, он находит какие-то новые ключевики, может их добавлять в указанные компании, которые вы укажете в разных матч-стайпах, то есть там в проводе, в фрезе, в экзакте, и собственно все, вот эти три действия, то есть он оптимизирует те компании, которые у вас уже есть, то есть если у вас у компании был какой-то высокий опос или наоборот там у вас был слишком некий опос, вы хотите погулять кучу больше трафика, больше продаж, то вы запускаете на эту компанию Автопилот, собственно Автопилот уже доводит до нужного опоса, то есть фактически Автопилот это просто система, который выравнивает вашей компании под нужный опос, плюс параллельно дособирает еще какие-то ключевики, которых у вас не было, раскидывает на счетах. Это тоже делается автоматически, опять же это удобно тем, что вы собственно даете роботу заниматься какой-то компанией, а дальше уже он сам все делает. Есть еще самый простой режим, это называется Suggestions, это тот режим, фактически это тот же Автопилот, просто мы не делаем никаких акций для вас, то есть если вы боитесь что-то запускать, не являетесь железным людям, железным роботом и хотите делать все сами, у нас появилась новая штука, называется Suggestions. Что такое Suggestions? Это мы анализируем в принципе, это то же самое, что делает Автопилот, но это без всяких действий. То есть мы полностью анализируем все ваши рекламные компании, и мы выдаем советы трех типов в этих компаниях. То есть мы предлагаем со своей стороны что-то сделать, что нам кажется необходимо сделать для вашей компании, и эти советы мы выдаем каждый день. Ну например, если посмотрите сюда, мы считаем, что вот данные, соответственно включили к expansive non-converse, то есть что нужно с ним делать? его нужно добавить в дегативы на уровень экзектора по компании. Соответственно, если он разносится на эту кнопку, вот сделайте. Им такие советы, они поддаются, например, по всей негативу. То есть мы на том, в себе, на наш взгляд, неэффективно, мы здесь получим, что именно так, то есть либо дать себе плохой секрет, либо низкой конверсии, либо слишком дорого поиска и не конвертируется, соответственно, все эти советы мы отдаем, и мы предлагаем вам сделать какой-то шаг, чтобы исправить ситуацию. То есть можно делать двумя тем, либо нажимая каждый раз эту кнопку, либо просто выбрать все, что вам нужно, и потом уже, соответственно, после лета уже акцию, то есть сразу изменю, применять ко всем выборам. Далее, это что касается негатива. Такие же точно подсказки есть по новым ключевикам. То есть если мы находим какие-то, на наш взгляд, ключевики, которые с большим потенциалом, но еще их нет в ваших рекламных кампаниях, мы вам их здесь показываем, и предлагаем сделать следующее. То есть мы предлагаем эти ключевики сразу добавить в трех матч-тайпах, они будут раскиданы по разному арт-группу. То есть мы создаем внутри вашей компании дополнительные арт-группы, где будут содержаться, куда мы будем добавлять эти ключевики, либо вы сможете сами указать, если у вас уже такие арт-группы созданы, вы можете сами указать название арт-групп, куда мы будем эти ключевики добавлять. И третий, собственно, момент, это по гидам. Также мы пишем почему, то есть из мы ставим такую ставку, говорим, что вот мы хотим так поменять, а почему мы не ставим. Нет, мы всегда пишем, что какая причина. То есть в данном случае, например, а код слишком хороший. И мы можем повышать трафик, просто увеличить рекламный бюджет, то есть в правую рекламу повысить ставку до полутора, то есть мы пишем «могу полутора оптимазить кейворд и предлагаем ставку повысить до полутора, что позволит увеличить больше трафика и больше показывать. Так как откод это позволяет людям, там все другие проценты». Ну, здесь в основном оптимайзер, то есть это хорошие все, пищевики, но также можно поковыряться, найти с плохим опосом, где система будет предлагать несколько часов. Ну, просто здесь на футболу попалась, там, конечно. А так, есть еще варианты о совмещении места. Это то, что называется Suggestions, Suggestions, это фактически просто наши, это тот же автопилот, просто действия сами, то есть какие-то решения принимаете в смысле. В принципе, наш автопилот делает то же самое, то есть он не показывает вам вот этих старифов, он просто автоматически сам уже это делает. То есть это все различие между автопилотом и сразу. Какие у нас все изменения, это вот тоже довольно интересный инструмент, это если вы сами все решите делать. Также у нас появилась новая штука, называется ChinkMaster, есть PPC в группу, у них он тоже присутствует, по-моему он называется ChinkManager, но фактически это тоже самое. То есть это если вы работаете со своим аккаунтом, либо у вас есть кто-то, кто занимается оптимизацией, потому что вы не до конца ему доверяете, вы можете включить режим ChinkMaster, это что означает, что все правки, которые сидел в системе, они не будут уходить на Amazon, они просто будут висеть в системе, пока вы их не одобрите. Ну то есть вы видите, какие здесь есть, предположим, ну то есть например, здесь это печенье, ну вот например, можно посмотреть, это было 414, стало 419, и ну здесь есть все по негативу и так далее. Не все эти действия попадают на Amazon, то есть вы все их отмодерируете, после этого только они уходят на Amazon, удобно еще раз. Это для тех, кто работает, предположим, через фрилансера, которые оптимизируют рекламу, вы не до конца им доверяете, хотите посмотреть, что он там делает, здесь вы там раз сутки заходите, проявляете, вы будете там отогреете или что там. Что еще у нас новое? Ну, что новое? Визарды, опять же, появились вот здесь вот визарды, которые можно включать-выключать, делать какие-то настройки. А, еще очень важный момент, что у нас появился, это тоже мне дай бог, это по трекингу. По трекингу у нас тоже изменилась ситуация. по трекингу здесь есть довольно важный инструмент, похожий на наших клиентов мы сделали, это включение-отключение рекламы при достижении какой-то позиции. Это вещь важна тем, кто, ну, все прекрасно знают, что PPC очень сильно влияет. Даже не PPC, а просто количество продаж. PPC приводит к продажам, естественно, продаж приводит к решению будущего. И, например, если вы какой-то свой ключевик вывели на первую страницу, там, ну, там, я не знаю, в топ-5, там, в топ-3, это все настраивает, как вам помогло. И вы уже, просто нет смысла давать параллельно PPC, если у вас и так уже высокодового поднялся в выдаче ваш товар, то смысл PPC крутить и потратить в нее деньги, когда товар и так уже есть, он уже не нужен. И система у нас позволяет делать следующее. То есть она, вы задаете какую-то позицию, то есть, например, при достижении позиции номер 3 вы можете отключать рекламу. То есть если ваш товар по данным ключевику трекается где-то в первой тройке, то, увы, система автоматически отключает, точнее не отключает, а поставит на паузу рекламу. И как только товар выпадет из первой тройки, ну, вы эту цифру сами задаете. То есть тройки, пятерки, десятки и так далее, то, соответственно, этот ключ опять ставится в рекламу. Соответственно, опять попал в трешку, там, или в пятерку, как мы назначили, и опять ставится на паузу. Очень удобная штука, на самом деле, и позволяет, опять же, убирать огромное количество выдаций. То есть если вы раньше все руками заходили в трекер, смотрели, ага, какая позиция, какие, что там происходит, что там происходит и так далее, мы здесь уже можно настраивать позицию, и, соответственно, этот ключевик выключается, ну, то есть ставится на паузу во всех компаниях таких. То есть если даже вдруг у вас гугли, там, в паре компании присутствует, он во всех ставится на паузу. Ну, и кто постряк, удобно еще тем, что можно посмотреть, зависимость между, и зависимость между, соответственно, позиции ваших, то есть как много вытратить на рекламу, насколько при этом растет ваша позиция. Ну, и плюс вот этот инструмент удобный, который позволяет вам поставить рекламу на паузу в момент, когда уже у вас достигнуть можно позиции. Что у нас еще нового? В принципе, это были основные изменения, то есть в основном все изменения связаны как раз с Вивергом, автопилотом, это мы улучшили, сильно улучшили автопилот, то есть сейчас он гораздо более, делает много вещей, которые раньше он просто управлял ставками, сейчас он занимается еще активно с новыми ключевиками работой, и, соответственно, визер, как я уже сказал, он полностью управляет вашей рекламой, то есть вы только показываете, с каким товаром вам нужно работать, и дальше он уже автоматически все все действия создают компании, помещается вам между компаниями, добавляет негативы, управляет ставками, и в итоге у вас на выходе получаются ключевики, которые только приносят вам прибыль, а все не нужно, весь план, весь мусор, все вынесено, и, в принципе, для вас собраны все самые лучшие ключевики, из тех, что показывает вам Amazon. Но, опять же, как показывают практики, внешние ключевики, там, с MerchantWords, и так далее, раньше, собственно, сейчас поменялся, сейчас, последние, может быть, полгода, и год, значительно изменилась тактика по ключевикам, то есть, если раньше, была тактика, что вы приносили, там, смешанных ресурсов, тысяч, ключевиков, и всех позволяли в компанию, и все на себя давали бюджет, то в последнее время немножко картин изменилась, и вам достаточно, даже не то, что достаточно, для эффективной работы, это порядка 50, там, основных ключей, ну, может быть, до сотни, и более эффективной, более релевантной, и той темой, что было, там, может, тысячи, две тысячи ключей, если навсегда бюджета вся не работает, сейчас это не работает, то есть, сейчас нужно сосредотачиваться на каком-то, на каком-то, костяке ключей, самых эффективных, и работать с ним. Поэтому, все внешние ключи, из-за других ресурсов, которые, там, раньше, там, пошли, в Миршем городе, там, набрали тысячи ключей, засунули, и все хорошо, сейчас такого нет, поэтому, ключей, которые вам сам дает Amazon, сарты компании, их достаточно. Самые релевантные, самые хорошие слова, и плюс, система, ну, еще в процессе, даже если вы, там, какой-то хороший ключ впустили, она все равно найдет, потому что, любым образом, она, будет его, где-то, закончится, и все равно, с кем она найдет, все равно, вот. Нельзя предлагать, сделал паузу, там, есть какие-то вопросы, отвечу. Давай. Визард, на скольких уже проверили, в течение какого дня? Смотрите, визард, во-первых, проверяется на моих собственных компаниях, ну, вот, если вы сейчас видите, вот этот, крупный аккаунт, там, почти миллион долларов, ну, там, 750 тысяч продаж в месяц, вот, мы активно тестируем визард на двух его, собственно, на сколью, порядка месяца, ну, до этого был на более мелких аккаунт, вот этот самый крупный аккаунт с большим трафиком, который мы тестируем, собственно, визард не принес ничего нового для тестирования, после автопилота, фактически, визард, тот же автопилот, но тот, который умеет, еще и создавать компанию, то есть, вот этот, discovery, search, профит, это единственное отличие от автопилота, если он умеет создавать новую компанию, он умеет перемещать, вот, автопилотом уже, больше года, там, огромное количество аккаунтов, работает визард, тестируется, вот, я говорю, на этом большом аккаунте, ну, визар, всего два месяца, вот, но пока он тестируется, пока он работает замечательный, пока, собственно, там, бывает вопрос о перемещении, там, и так далее, но, активность в проблему, сейчас работает довольно уверенно и хорошо, по крайней мере, вот, на большом аккаунте, который мы сейчас тестируем, работает в Казе. там еще есть вопросы? сейчас, вопросов нет, сейчас, вопрос по таргетингу, иван спрашивает, расскажите про таргетинг, что сейчас в бете? да, по таргетингу, очень хороший вопрос, собственно, сегодня как раз с утра мы думали, как, смотрите, по таргетингу, он сейчас будет, да, то есть, это, ну, как скажете, немножко другой мир, то есть, это, мы активно думаем, во-первых, амазон, пока не дает это сделать через API, то есть, мы, мы, собственно, соблюдаем и думаем, роботу, мы сейчас думаем, пока этого нет, по одной простой причине, что, Amazon пока на API, это не, собственно, не дает нам этого, то есть, пока вы можете делать по курочкам, и, опять же, у нас пока нету, какой-то хорошей статистики, насколько это эффективно, и, собственно, насколько, я имею ввиду, какое количество, от общего бюджета, от IPC, будет уходить на тарк, на тарк, то есть, пока у нас хороший статистик, по этому собранным, и, я ничего не могу создать, с этим работой, ну, опять же, у нас просто нет доступа, как к инструменту, через API, Amazon пока это не выдал нам на API, поэтому, мы пока можем рассуждать, только политически. Ну, вещь интересная, могу сказать, что, да, очень интересно посмотреть, просто, если у кого есть такая статистика, кто уже, какие бюджеты тратит на таргетинг, и, насколько они большие, так, если их сравним с, рекламой обычной, ну, оригинальной, собственно, то, было бы интересно послушать, если у кого-то есть такая статистика, у нас пока она не очень большая, поэтому, как-то вот рассуждать. Ну, она только начиналась появляться с кабинета? Ну, да, то есть, у меня становится интересно, большой бюджет. То есть, если сравнить, если у человека 100%, там, предположим, бюджет у него, там, 100 тысяч долларов в месяц, на таргетинг, сколько у него ходит на таргетинг. И, потому что, как он ощущение на таргетинге от общества? Понятно. Я, таргетинг у меня, я только заметил недавно у себя в одном из кабинет, по-моему, насколько я помню. А, ничего сказать не могу, сам лично не запускал, послушаю, что там, кто впереди меня пойдет. Вот, мне пока это не особо интересно, своими разобраться с тем, что есть. Могу одно сказать по, я вот не вижу здесь вопрос, конкретно могу сказать по хедлайну. Хедлайну я на данный момент два аккаунта вытянул. То есть, просто, это разговор о том, нужна ли торговая марка или не нужна. Или, там, АМС, там, я не знаю. АМС у меня что-то скобит его, никак мы запустить не можем. И, пока я на паузу ее поставил. Вот. А хедлайн, реально два аккаунта. Просто из небытия вытащил. Вот. Отлично. Все хорошо. При условии, что я там на него трачу сейчас время намного меньше, чем на другие. Работать там попроще. Есть своя специфика, не всегда это заходит. Сейчас вот я третий аккаунт завожу туда, с этим хедлайном пытаюсь разобраться. То есть, это не все так однозначно, как во всем другом. Но вот для меня лично, просто вот пример того, что я два убыточных своих аккаунта, которые, ну не то, что убыточные, но которые были в тяжелейшем состоянии, в тяжелейшем, по различным причинам, мы их вытащили. Вот. В принципе, вот так. Другие вопросы. скажите, скажите, пожалуйста, если есть компания на окос высоковат, каким путем нужно идти, чтобы уменьшить окос, искать и добавлять новые слова. Короче, я так понимаю, если высокий окос, что с ним делать? Вопрос, пожалуйста, попроще, да, то сложно. Формулируем. Да, проблем высокого окоса, это, собственно, высокий конкурентных нишек. Вопрос номер раз, и что с этим делать? Конец этим будет. Еще конверсия. Да, ну, они, собственно, взаимосвязаны. То есть, если у вас низкая конверсия, то у вас близко к тому, что у вас будет высокий окос. Но даже дело не в этом. Большая проблема, да, высокий окос, большая проблема, особенно высоких конкурентных нишек. Здесь вариантов, собственно, было. Как с этим можно решать? Первое, если вы не тянете высокие, то есть, если вы не тянете экзак, то есть, бывает так, что ваш товар, есть ваш товар, есть товар конкурентов, вы, грубо говоря, ставите одну и ту же самую скандалку, и он, там, предположим, 3 доллара за клик на экзак. И вы 3 доллара на клик на экзак. Но, вопрос в том, что на этих 3 долларов он еще перехитряется срабатывать, потому что у него высокая конверсия. А вы на 3 долларов только терпите умыть, потому что у вас конверсия низкая. Совершенно очевидный вывод, что для того, чтобы вам выиграть конкурентную борьбу с вашим конкурентом, вам нужно работать над листьями. То есть, прежде всего, повышать вашу конверсию. Это самый основной вопрос решения, собственно, высокого опроса. То есть, если вы, у вас низкая конверсия, то ничего сделать не сможете для того, чтобы срабатывать потому что у вас заведомо будут хуже продажи, потому что у вас низкая конверсия. Если у вас все с низким замечательно, если вы уверены, что у вас конверсия такая же, как у вашего конкурента, а он при таком же точечном цене наклейки как-то выживает, то здесь уже, в принципе, надо разбираться со словами ну, то есть, выискивать неэффективные моменты, которые, собственно, тащат вашу компанию к высокому опросу. Это, как правило, неэффективные ключевики, ключевики с низким CTR и так далее. То есть, это все уже надо смотреть и надо конкретно разбираться. Просто понижать ставки на высокий экзакт, вы просто потеряете трафик и прибираете парень. Поэтому здесь надо смотреть каждый конкретный случай. Может быть, у вас много кандидатов на негативы, который пожирает ваш бюджет, но хорошие ключевики у вас забиты плохими. Вот. Здесь надо смотреть уже ваши ключевики. Если у вас остались все ключевики, то все равно у вас высокий экзакт, то есть, фактически, понижая ставки, вы вылетаете из первой страницы, вы теряете огромное количество трафика, то есть, по сравнению там, вторая страница с первой, там, десятки раз разница по трафику. Если вы просто будете снижать ставки, то вы просто проиграете в борьбу, вылетесь на вторую страницу и будете собирать там остатки, которые там остались от лидеров. Поэтому снижение ставок это всегда плохо и, ну, в основном. То есть, если, конечно, вы там не на первой позиции гигантской разница, если спастируете, то есть, у вас есть куда падать, тогда это одно. У нас для этого есть очень удобный инструмент, кстати, по поводу снижения ставок мы сюда внесли. У вас, да, вы всегда видите радиус, ну, не радиус, а диапазон, собственно, в пределах какого вы можете снижать ставку, чтобы остаться с хорошим показом. Вот он здесь показывал Amazon 6, то есть, у вас ставка 2,17, она как раз в этом диапазоне, предположим. и, вот, если у вас ставки меньше 1,66, вы вылетите из показа. То есть, у вас, собственно, трафик снижен и смысл снижения ставки меньше 1,66, он довольно призрачный, потому что вы с этим снижая, снижая ставку ниже 1,66, вы теряете из трафика продажи смысл ухода ниже 0,66, довольно призрачный. Вот. Это, это хорошо, если вы собираете классный. Бывает такое, когда вот раньше подпиши по 2,5 числа впихали в компании и делали низкие ставки, они собирали по выдаче, где-то там на 25 страниц, задумался, вдруг увидел вашу рекламу, о, давайте-ка я долго думал и решил тут. Но такое бывает очень редко, такой довольно низкий. И, еще раз, вам надо хорошо продавать с высокой позиции. То есть, с первых десяток. То есть, если у вас не получается продавать с первых десяток, то надо задуматься вообще о листинге, о конверсии, о там, насколько много у вас хороших плохих слов в компании и так далее. То есть, это причина задумываться. Вот. Поэтому, если у вас высокий опыт, еще раз говорю, первое, что надо работать над листингом. Если листинг идеальный, то очищать плохие слова. Не бывает идеальных листингов. Да. Ну, естественно, это не бывает, но, по крайней мере, если у вас там конверсия 5%, да, конкурент, ну, предположим, 20, то у вас, как бы, 4 раза менее эффективно тратить ее будет. Мы же не знаем, какая конверсия конкурента, на самом деле. Ну, ты, конечно, ее не узнаешь. Я говорю, что она такая, он знает ее только сам, ты ее не узнаешь. Если у него конверсия 25,5, то он на рекламу может тратиться четыре раза меньше, чтобы получить такой же результат. Это просто пример. Естественно, ты никак не узнаешь конверсию. Ну, ты, естественно, можешь узнать приблизительно, просто там, сколько у него заказов, там, через отзывы и так далее. Но, все равно это, как бы, очень привезет, в принципе. Точно конверсия, естественно. Так. Так, что еще тут у нас? Управляете ли вы бедами внутри дня? Внутри дня? Да. Ну, я так принимаю ежедневно, наверное, в течение дня. Внутри дня, в течение дня. Да, по поводу, кстати, у нас тоже есть инструмент, но я, собственно, рассказывал это раньше, но если у нас люди раньше нас не смотрели, у нас есть инструмент скендинг называется. Это расписание. То есть, человек может выставлять разные ставки на день, на вечер. То есть, либо разные ставки, либо понижать ставки, либо повышать. Ну, то есть, если, предположим. Есть такая теория, мы специально сделали для людей, которые эти пользуются. Я, например, этим не пользуюсь, но бывает еще сезонность товаров тоже по-разному. То есть, если в сезон, например, высокие ставки, вот, например, сейчас будет Black Friday, да, то есть, там можно повышать ставки, чтобы просто зацепить вот эту толпу людей, которые приходят, попасть выше. Но, опять же, здесь надо смотреть, насколько это все отобьется. Вот. вот. У нас есть такой инструмент, собственно, то есть, если вы хотите пользоваться, то есть, вы пользуетесь, он у нас здесь. Это, вот, например, сейчас я покажу. здесь можно выбирать время, в какое будет, как это акция применена к дальнему ключевику. Ну, то есть, например, не показывать вообще рекламу в такой период дня. или, например, понижать до какой-то ставки в этот период дня, либо, соответственно, применять к офицеру. Ну, то есть, два раза ниже делал ставки, ну, еще днем по американскому времени. Но, опять же, для этих не пользователей, возможно, кто-то считает, что это нужно, для них мы сделали такой инструмент. По поводу изменения ставок. Ставки у нас обменяются раз в день. Значит, почему это сделано так, что мы не в 15-м этапе ставки? По одной простой причине, что репортинг Амазона через API выдаётся всегда, не только в сейлер-централе, вы видите как бы данные, которые опаздывают всегда на где-то порядка 48 часов. Поэтому, например, каждые там 15 минут, так имеет смысл, потому что вы работаете практически с данными, которыми вы получаете с двухдневной задержкой. То есть, все репорты от Амазона приходят с двухдневной задержкой. Это связано с тем, что Амазон... Сколько суток еще раз? Что-что? Я считал двухдневные. Трехдневные? Нет, два дня, два дня. 48 часов. Это связано с тем, что Амазон обрабатывает двигатель с количеством данных ото всех. Он не успевает выкладывать рил-тайм. Поэтому он все это формирует, компилирует, и потом отдает либо с Север-Централа, либо на Амазон с поддержкой 2 дня. Поэтому мы фактически работаем с данными в дневной давности. И менять там ставки там каждые 10 минут не имеет никакого смысла, потому что в принципе задержка 2 дня. И мы 2 дня назад увидим, что там происходит, и после этого исходя из тех данных, которых мы получили по ОКОСу, по СТРу, мы меняемся. Да, мы можем видеть расход, который идет сейчас, но опять же, мы не видим, каких данных связан с этим расходом. Мы видим только что, вот у нас там сожралось 20 долларов, и там, предположим, был там продат. А какой у нас был там ОКОС, какой у нас был СТР, мы видим, все равно чего-нибудь. Принимать какие-то решения, оказывается, 20 тысяч, очень 2 дня, и мы, основываясь на ней, уже не принимаем решение изменения беда, добавления негатива и так далее. То есть это больше чем, чаще чем в рассудке, это дело не имеет смысла никакого. Поэтому все изменения, все какие-то вещи надо, соответственно, всем акциям. Единственное исключение является, например, скидным, то есть добавление по расписанию, в момент, когда срабатывает этот триггер, робот идет и там вправит этот вид. Это происходит уже, соответственно, то есть, в тот момент, на который он назначен расписание, в тот момент, в то время, которое он назначен. Все остальное у нас делается исключительно раз в сутки, так же, как и трекинг. То есть некоторые трекинг снимают два раза в сутки, у нас трекинг снимается раз в сутки, потому что, в принципе, у нас система, да, она показывает изменения, но она несколько другой заточена. Она заточена на то, чтобы работать совместно с пересеткой и делать какие-то выводы вместе с PPC. То есть, так как PPC на рассудке, то есть мы трекинг, опять же, делаем рассудки, чаще не делаем. на рассудке, по-настоящему. Там еще какие-то есть опуски. Ну вот, смотрю. Интересно. Можно ли с вами сотрудничать? Можно, обращайтесь, он контакт оставит. да, по поводу, кстати, важного момента. Смотрите, у нас, как бы, есть два направления. То есть, ну, во-первых, ну, я уже всех говорил, всех известно, что у нас двухнедельный бесплатный правил, то есть, вы можете шепарковать эти деньги, карпы они не нужны, что они не нужны. То есть, в течение двух недель вы просто можете потестировать систему, посмотреть suggestions. Единственное, если вы не будете подписываться на наши сервисы, я не советую вам стартовать и так далее, потому что он вам создает компании, потом просто вам придется руками отвечать. Ну, в принципе, достаточно остановить. Вот. И когда у вас, если вы будете строил инспекция, визор, система сама его останутся. Здесь волноваться не нужно. Но, все равно у вас от нашей деятельности останутся в виды, поэтому, если вы еще не решили пользу на системе или нет, достаточно suggestions простейшего автопилотника компании, визор, уже, наверное, имеет смысл запускать, когда уже точно будет входить в нашу систему, когда у вас визор, это где-то там месяц, два, три, то есть, это довольно большой по времени промежуток, должен быть, чтобы он у вас заработал. Вот. Поэтому, на трейле, на трейле, лучше, посмотреть, кто подписается suggestions. То есть, после того, как вы подписали аккаунт, уже, ну, отдали свои ключи, соответственно, suggestions он выдает, ну, где-то там, в течение пары часов, уже будете понимать, что вам нужно, с нашей стороны, какие вам советы, что улучшить, что уменьшить. То есть, иметь смысл подписаться, даже если вы не хотите подписываться, там, на наши сервисы, которые стоят денег, вы можете просто зайти в trial, сделать trial, посмотреть suggestions, это тоже очень полезно. То есть, фактически, мы филируем все ваши компании, найдем слабые места, и все их вам западутно нахажем. Вот. Ну, естественно, все будет бесплатно. То есть, то, что вы отдаете деньги к лучам, это вы все сами бесплатно имеете, деньги специалистам, это все вам покажет. И, опять же, карты кибида не можно привязывать, то есть, карту вам нужно будет только после того, как вы уже решите пользуясь нашими сервисами, и, соответственно, привяжите карту. Еще раз, если вы зайдете по ссылке от Дениса, и у вас, вы сможете применить скидку, скидку есть, когда под Денис, опять же, будет выложен в теле этого вебинара, ну, для тех, кто, еще раз сказать, PPC, это дает вам скидку, соответственно, 25%, вот, на наши сервисы, и, соответственно, вы можете их пользоваться. Еще момент. Вы можете, если у вас несколько торговых площадок, то вы можете выбирать маркетплейсы, вы можете добавлять новые маркетплейсы, системы работают, тактики, европейскими, и, соответственно, американскими, кроме Мексики, то есть Канада, США, и вся Европа, соответственно, исключая Индия, Китай, и Япония. К сожалению, с ними Дитая, Япония, Амазония, и Амазония, соответственно, работать не можем, то есть это Североамерика, это США, Канада, и Европа, соответственно, западная Европа. Стоимость дополнительного аккаунта в два раза дешевле, точно такой же, и стоимость в два раза дешевле, чем основной аккаунт. То есть, если вы берете себе дополнительный аккаунт, то будет в два раза дешевле, чем основной. Это что касается, также у нас есть поддержка, в чат вы можете писать, нам всегда ответят, и предложение для крупных аккаунтов, так как наша система всегда тестируется, и нам интересно не тестируется, а мы собираем большое количество статистик, чтобы улучшить работу автопилота и так далее. Если у вас аккаунт больше 100 тысяч тратить на рекламу в месяц, то мы готовы вам предоставить бесплатный доступ, в обмен на то, что мы, собственно, смотрим статистику, и как ведет себя пилот, и так далее, пусть мы всегда улучшаем, и нам всегда нужны на бета-тестирование аккаунта с высоким уголовным бюджетом. В таком случае, вы нам пишите, мы доставим бесплатный вечно траил, и, собственно, вы сможете им пользоваться бесплатным. Там еще есть вопросы? Пока нет. Как насчет автопилота в Триале, если существует уже компания полгода. Еще раз? Автопилоту? Да, да. Ну, опять же, что делать автопилот? Во-первых, если у вас уже есть такую компанию, то есть, что сделать автопилот? Во-первых, он проверит вашу компанию на все ключевики, которые не присутствуют. Каждый ключевик будет проверяться в плане его эффективности, это не только ОКОС, ну, в основном, конечно, это ОКОС, но он также будет социализированный секретар, он будет решать по каждому индивидуальному ключевику, и по каждому серферному будет приниматься решение, что собирает. Будет он жить, или не будет он жить. сначала вычислить все неэффективные ваши ключи. Это первое, что сделать автопилот. Дальше он начнет управлять ставками, то есть, ну, по ставкам в основном будет играть ОКОС, то есть, если ОКОС у вас слишком высокий, то есть, он будет уменьшать ставке. Единственное, смотрите, по автопилоту у нас есть несколько пограничных действий, он не полностью, опять же, вы можете полностью это не секретаровать, но по умолчанию пограничные действия у нас следующее. И старая версия автопилота в основном жаловалась на что? Мы ставили большую компанию с большим ОКОСом, там, под 80%, под 40%, под 50%, под 100%, и они ставили на автопилот, автопилот, значит, недолго думая, ну, сначала вычисал негативы все и так далее, а потом, недолго думая, он просто, если не заданный, опять же, есть настройки, нельзя вылетать из диапазона, ставок, который предлагает Amazon, чтобы оставаться 50%, если эта настройка не стоит, то просто он уменьшался так, как ему считалось правильно, чтобы уменьшился, просто не вываливался по данному ключевику из CGSF, и падал трафик, падали продажи, и все заканчивается тем, что продажи, ну, совершенно ощутимо падали, но зато была шикарная конверсия, не конверсия, а чарный плюс. Значит, сейчас мы это делаем следующим образом, тогда, вот это пограничное условие, если оно нет, обычно его можно жестко защитить, например, когда вы идете в настройки автопилота, у вас в настройках всегда есть такая штука доно lower the bit, lower the 16 bit, не вываливается из этого, вы можете поставить этот билл, и, соответственно, у вас автопилот, в принципе, не сможет делать стоп, через ближние ставки suggest range, это хорошо тем, что вы никогда не выйдете из suggestive range, и, соответственно, у вас не будет провала по продажам, провала по показу и так далее, но это плохо тем, что если вы все равно будете в этом range, а все равно у вас высокая атаковка, то, в принципе, тут уже сделать ничего нельзя, и у вас автопилот запустит. Если получится так, что автопилот не сможет добраться до того акуса, который он поставил, если вы его запретите выходить за какой-то опозор. У нас это называется конечный в поле, и вот в автопилоте здесь нет таких ворнингов, у вас бы здесь был ворнинг о том, что автопилот пытается улучшить вам опасно, для того, чтобы ему улучшить, вам надо выйти из этого диапазона. Это довольно как бы существенный момент, поэтому мы за сом ворнинге и ждем вашей реакции. если вы скажете, окей, автопилот, я беру на себя ответственность, да, я принимаю решение, что пусть лучше у меня будет маленький опрос, не у тебя пост, то есть я не буду тратить где-нибудь в пустую, но, соответственно, тогда вы можете написать, ну то здесь будет кнопка экшн, то есть позволит автопилоту уходить с и, соответственно, в таком случае он выйдет с и будет делать запуск ниже с в таком случае обвалится трафик, но зато будет нормально, то есть вы перестанете переведить. вот такие пограничные события, но в основном они связаны как раз с Adios Strange, потому что остальные сети событий, они не настолько перетичны, чтобы вываливать за них ворнинги, но такие события, мы вывалим ворнинги, опять же, вы можете запретить эти ворнинги, один раз нажав на кнопку, что я не желаю получать больше таких ворнинги, пусть их делать, как он считает, нужно будет, и эти ворнинги прекратятся. Но по умолчанию именно с такими ощутимыми событиями, например, вузы с Adios Strange, такие ворнинги являются. Вот. По текущей компании, ну, собственно, он попытается оптимизировать Adios, то есть вычистив все негативы, соответственно, все, не вычистив, добавив все негативные негативы, и, соответственно, попытавшись уменьшить ставку в пределах с Adios Strange, если у него не выйдет, он выйдет сюда ворнинги, для того, чтобы лучше ставка была выйдет из диапазона, и, соответственно, он попытается найти новые ключи, которые могут оказаться более эффективными, и с помощью этих новых ключей вытянуть окос на необходимую вашу вещь. Если все, что он делает, все, не выходит, то есть окос остается на таком же уровне, иначе проблемы не до 50, а проблемы в месте, конверсии и так далее. Ну, или супер, какая-то тема с высокой конкуренцией, и, в принципе, каким-то другим способом нужно продвижение, например, через прогонять на высокий рейтинг, тратить действительно много, выходить на высокий рэнкинг, то есть на первую, вторую, третью позицию, потом отключать рекламу и уже начинается орган. То есть варианты всегда идти, на самом деле, вы можете это зашить по органике, то есть вы можете сделать так, что включить автопилот и поставить, например, выход, то есть поставить высокий для автопилота на пост, например, там под 60%, под 70%, и включить уже самую опцию тратинга, чтобы от данного ключевика, как будет достигнуть, какая экспозиция включать, соответственно, ставить на паузу и включить. Это работает также для автопилота. То есть, например, хороший вариант вы в автопилоте ставите на высокий опос, в котором он достигается, идете в трейдинг и ставите по данному ключевику отключения после третьей позиции. Автопилот вам нагоняет заказы при высоком, то есть вы поднимаетесь, подходите к третьей позиции, на третьей позиции становитесь, отрубается реклама, дальше вы начинаете жить с органики, если вы, предположим, опять, то есть вы ничего не тратите, только зарабатываете, опять он немножко начинает падать, опять включается автопилот по этому сколу, и все, поехало по новому. то есть это вот один из вариантов таким можно выходить так жесткий конкурентных нишек можно как-то жить ну вот и по уже существующим компаниям это все можно делать очень спокойно просто вы идете меню кампейнс выбираете вашу старую компанию какую хотите коммунизировать ну вот например 37 процент а по не вы хотите подогнать нажимаете отопилот выставляется из тарика просто и максимальный бит с какого вида стартовать есть какие-то настройки сейчас не буду останавливаться долго рассказать но сам основная не запомнишь то есть вот это означает что мы остаемся если вы это убрать уберете у вас начнут сваливаться горнике при пограничном все если вы уберете пугалку и на священец автопилот когда будет выходить из соответствует рейнджам все равно вам скажет что ребята я вот хочу выйти с алистин что я удачу скажите такие серьезные решения вот здесь просто включает он если у вас начинает здесь получается статус он и система сама начинает оптимизировать этот компакт пытаясь догнать ее до 30 процентов еще просто и например автопилот будет ли использовать уже накопленную стату за 6 месяцев да да значит по полу старт значит нашему пилоту в принципе у нас он потому что опять же это реклама здесь него в качестве шкалы используется не время а в качестве шкалы используются показы почему это так почему это не шкала потому что мы собираем статистику которая основана на количестве показа количество книг количество продаж и так далее у вас может быть ключевик какой-то с очень низкой низко драйвский ключевик какой-то здесь не смог да то есть он хороший нужно хорошая пускать но он собирает пищу покажут за год да там или пять книг для на продажу просто потому что не может собрать больше поэтому в данном случае мы оперируем не количеством времени мы собираемся у вас статистику у вас у вас не за полгода замечательный за год может пойти настройки загрузить из какой-то другой системы или же из амазона или же дальше с компом можете вносить свои старые отчеты система все соберет и будет смотреть то есть мы ориентируемся на временные срок ориентируемся на количество показов и так далее пусть если у вас количество показов за год собирается на письмо мы будем использовать для того чтобы автопилот регулировать ставку будет собирать смотреть на письмо за год или там за какой-то у вас 100 тысяч покажет собирается там за пару часов соответственно смотреть за пару часов то есть здесь идет не со временем работа а именно с такими данными как статистическими данными которого особо то есть мы смотрим не за то есть еще раз по информации у вас там какие-то изменения за две недели происходили робот соответственно ничего нибудь делать будет читать статистику которого у него будет пока то есть пока робот не соберет данные за тысячу показов это что касается низко трафика соответственно высокой трафика как только там как только у него собирается 1000 показов условно говоря для того чтобы принимать какие-то действия решения начинаем то есть то есть это еще раз повторюсь это не сильно зависит от времени больше и чем больше у вас статистики тем лучше соответственно более низко трафика и словам будет проще и не управлять вот собственно ну собственно тогда я могу сейчас собственно рассказать просто отвлеченный тем после уже более менее понятно я могу рассказать на пользу ученые темы это по полосу собственно самой пися и такие отличные восемнадцатом году в стране семнадцатом давай да собственно что что поменялось что не поменялось сейчас какие собственно ну в принципе опять же говорю что поменялось не так много то есть появились новые инструменты которым все начали работать это таргетинга это амс это теглайн и так далее если констанциях старый добрый пися по здесь принципе стратегии который наметился семнадцатом году это но она основная она как бы сейчас и осталось это работу с костепом ключевых слов на котором я уже говорю сейчас необходимо выбрать хорошие тогда давайте конкретные вопросы почему в компаниях все ключи не работает что через что двадцать ключей положишь что 120 что 520 и в любом случае будет работать супер конвертированным товар этом с отличной конверсии там дай бог 10-20 процентов ключи потому что поменялось поменялось работать как amazon собственно роджимы то есть но я в автомате я в автомате отработал автомат набрал статистику из автомата берете ключи которыми дают там продажи понятно лучше брать там 2-3 продажи за вот этот период времени который мы берем статистику но я вот одну продажу например от взял взял одну продажу а мне даже там например клика фонения поэтому плечи то есть по автомату работает то есть на броде работает почему на броди мануале не работать например битвы еще например да эти значит по полу того почему в компании какой-то ключ работают в автомате не работают мануально не работает смотреть на На самом деле, когда у тебя идет продажа по бонду, она может быть, если брать по экзекту конкретно, какой именно в SearchFern выставил, это может быть либо действительно какой-то высокотрафиковый, либо продажа пришлась на какой-то очень редкий запрос, к которому ты просто удовлетворил, но он бывает, я не знаю, судьи это спрашивают, поэтому, естественно, когда ты его выставляешь отдельным мануальным ключом, ну, то есть следующая продажа у тебя будет через год, поэтому он здесь не работает. Вот такой вопрос, если у тебя действительно высокочастотник какой-то, да, который, собственно, у тебя работал хорошо в автокомпании, ты взял его поставить мануальным, у тебя переставил работу. Здесь вариант не только в два, то есть либо ты с ним слишком маленькую ставку поставил мануальный, у тебя после нет трафика, но если у тебя высокая ставка и все равно он не работает, но это очень странно, потому что если высокочастотник у тебя работал в автоке и переставил работать в мануале при том же самом, при той же самой ставке, ну, обычно такого не бывает, смотреть что 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 там произошло потому что если хорошо работает там тоже ничего не поменял и при так позже ставку 2 доллара взял мануального засну за долго после тебя может быть не прав просто мазок не показывает может быть поэтому по 2 доллара там у тебя шикарно будет 2 доллара работает здесь надо смотреть разбираться может быть настройки может быть вариант то что у тебя был разбег по бюджету в автокомпании она мануально слишком маленький поставил амазон тебе не хочет показывать слишком мало разбега ну то есть есть масса вариантов на смотреть но по умолчанию все должно работать для высокой частотнику да потому что может быть там я уже все объяснил может быть какой-то технический футболистический штатник поэтому он у тебя и не работает но опять же надо смотреть конкретно показывать компанию смотреть что там и как на основании того что ты сказал какой-то прям стопроцентный год сделал то есть что поехали дальше поехали по ходу до семнадцатого года я уже сказал что здесь имеет большое значение работа с небольшим количеством включил условно но они должны быть все выверены они должны быть то есть фактически вот это ковровый момент они которые были в шестнадцатом и семнадцатом году когда засовывают количество все работа прекрасно и вы там просто потом такие хорошие выбирали плохие выбирали там хвостами жили сейчас это не работает сейчас основная стратегия это по экзактам то есть делать большие компании на экзактах которые собственно у вас кормить хорошим накосом ну понятно что листинге вырезаны чтобы у вас была максимально возможной конверсии хорошие количество отдых так далее то есть это все относится конверсии и вот эти ваши основная ваша основная костяк вот этих ключевых слов хороших по экзактам он вам должен приносить максимальное количество трафика тоже сами по по фрейзу броды не так много приносит основном должны хорошо работать за который опять же вам начинает приносить рэнкинг которая растет у вас выручен позиция выдачи и соответственный плюс вы начинаете еще жить хорошо с органика то я собственно позже вам начинать после того как вы начинаете расти лучше вам тут же привязать приходит большая гайка вот это основное отличие ну последние годы старток не снас в конце семнадцатого то есть это основное число работа только с хорошими ключевиками не тратить время бюджет на кучу всяких мелких нерелевантов кучевиков а выбрать костяк на работать с ним работать ну что значит работа исчезает снег негативы исчезает все плохие все же термсы смотреть что там с и термом мелко то есть работать конкретно с этими ключевиками и улучшать их работу и работа состав это основной отличие с матку года остальные вот все которые вот эти новые вещи которые появились они тоже имеет место быть но это как бы тема для денег вебинара то есть это по эмэсу можно делать по сайтлайн-серчу и так далее но собственно к классическим весом там не совсем относится вот это наверное самое основное ну опять же можно сейчас небольшую делать наступление для новичков наверняка нас смотрят много новичков которые рассказывают вообще я про непонятные в основном вот новичкам самое основное что хочу посоветовать если вы не очень хорошо разбираетесь еще писи то есть вы у вас такие довольно поверхностные знания то есть если вы не понимаете чем включать фрейс от брода там или фрейс от экзакта и зачем нужно например по отгруппам распределить разных матч-тайпов не все в одной миксовать то в принципе я думаю полезно для вас будет если вы запустите своих товаров в PPC визор он делает ну фактически это тоже там есть то есть если вы наймете какого-то PPC специалиста вы можете учиться да смотреть что он делает и где-то там пару месяцев по пользователю в принципе может повторить то же самое делается по поводу PPC визор если вы запустите PPC визор то же самое фактически вы можете учиться на примере того на примере тех компаний которые PPC визор создает всю статистику по тому что делал PPC визор опять же можно увидеть если вы зайдете если вы зайдете я сейчас опять же не буду раскрывать но когда вы это раскроете у вас будет доступна кнопка history и там вы можете увидеть все изменения то есть все те действия которые делал визор по вашей компании то есть это перенос ключевиков то есть ну то есть он нашел новый ключ он принес его визор компании добавление в негатив и с объяснением то есть если он что-то добавил в негатив например слишком погосит или например слишком высокий расход но отдачи при этом никакой и вы постепенно вот что делать визор вы можете учиться понимать и увидеть отличие ну естественно нужно еще изучать какую-то литературу смотреть и так далее но хорошее понимание как правильно строить компании как делать переносы как надо минусовать и так далее вы можете учиться на примере того что делать это довольно удобная вот ну что еще в принципе наверно не было этой целью лиминара какие-то раскрывать основы птицы поэтому я не буду глубяться особо в эту тему вот денис поэтому если есть какие-то вопросы надо еще спрашивать если нет ну наверное программа это работает с хэдлайном и с эмэсом значит смотрите по поводу хэдлайна эмэс она мы сейчас пока не запустили в бейтинг то есть пока не запустили в основной мы ожидаем где-то в конце декабря то есть в конце декабря будет уже на основной вынесена работа сейчас пока на основном идет только статистику так еще вопрос есть не ждем на вопросы вопросы вопрос на нет все все знаю замечательно тогда еще раз подытоживает значит 25 процентов скидка на две недели вас бесплатно пользуетесь не нужно оставлять то есть вы можете просто любить аккаунт как вот если вам понравится наша система может уже привязать карту начинать пользоваться платно 25 процентов пипи себе я надеюсь не служит код после лиминара и соответственно если у вас аккаунт больше больше 100 тысяч месяцев расходной рекламы мы дадим освежитесь мы дадим вам бесплатный доступ и собственно вы сможете пользоваться чем много народу кого 100 тысяч бюджет рекламы я просто таких не знаю у меня да интересно посадили есть и я вам скажу так что основная основные люди которые пользуются китайцы нас огромное количество китайцев не китайские принципе их дохера не мой понятно как собак нерезанных ну могу так сказать поэтому китайцы очень ну так как они мои клиенты я их не особо люблю если честно я шучу больших аккаунтов у нас их то есть я могу сказать что аккаунтов с большим рекламным расходом они как присутствует их много но в основном это американский то есть те которые с большим рекламным нас большой рекламы не смогут хотя у нас если есть нас пока рекорд держится он еще не подбит этот человек у которого ежемесячная продажа сам вас в месяц 20 миллионов долларов вот а вот так аккаунты типа вот миллиона долларов они подать на месте как бы присутствует это причем мы люди на удивительных вещах я не буду раскрывать но вещи в общем всем известные просто люди очень грамотно выстраивают работу с ппс очень хорошо занимается это человек который перепробовал вообще все что только можно на рынке ппс он знает практически всех конкурентов наших он пришел к нам по одной простой причине что говорит у вас у нас очень высокая скорость работы в отличие если кто-то работает ппс скопом они знают что там что это невыносимо мучительно больно хорошая система она мощная надежная интересно но она невероятно медленно работает у нас в отличие от конкурентов ну я не знаю почему у них так мы с самого начала ориентировались на то что все работала у нас стоит сервер на котором 256 гигабайт памяти есть память оперативно все там на ssd там всего мощнейший и так далее поэтому мы с самого начала пытались сделать так чтобы с кем зная проблему основного раз наш конкурентов мы пытались сделать так что там и система работа очень быстро нам это в принципе удалось все в том что мы вот если зайдете гигантский аккаунт гигантский аккаунт там огромное количество практически все першли грузится мгновенно то же самое касается skyu кампейн и фотографии практически все данные они грузится мгновенно хотя аккаунты гигантские гигантские статистические расчет мощного железа нам это удалось все преодолеть вот по поводу крупных аккаунт еще раз больше нам нам приходит на крану потому что их огромных свет огромный металлическим данным потому что ты очень еле пользуются поэтому может быть связано с тем что у нас много как он просто видим остается у нас после все работает а как определять что это китайцы хорошо русскоязычные русскоязычные каким-то есть нормальный аккаунт хоть у кого-нибудь такую информацию не но и как что-то такого но есть чуваки которые там на миллион торгуют там например чем-то секреты русскоязычная аудитория привлекается в основном после вебинара когда вот когда мы давали у тебя вебинары и так далее асмотку подписку лично аудитории тогда могут тогда дать какую статистику сейчас русскоязычных у нас очень мало ну я понял да поэтому опять же я не отслежу специально ну что я могу поэтому пол сказать причина мне кажется очевидно на данный момент вот я сам лично сколько раз пытался запустить на весь программах ископ пользовался чуть-чуть и этой программы пользовался при условии что у меня есть доступ бесплатный я могу соответственно по тестить попробовать как бы но мне кажется такими программами первую очередь пользуются не новички ну или новички совсем или или новички совсем или те люди которые уже просто зашились то есть вот я постепенно так потихонечку меня есть своя система она не отлажена еще то есть она не выстроена в ту который я бы хотел наверное если бы я где-нибудь еще поучился обменялся информации потому что ну сложно сказать что такое поучился ездишь там я не знаю на камазе там в авто там дакар и пошел там на формуле-1 покатался вот примерно так учиться то есть ты понимаешь как это делается здесь понимаешь но у всех своя стратегия технология это интересный может быть но нет времени нифига вот если бы это можно было бы сделать наверное был бы прогресс больше я выстраиваю систему по которой я мог бы действительно научить своего помощника чтобы делать элементарные вещи систему заключается достаточно простых вещах это четкие строгие прописанные правила к примеру там анализировать там 7 дней 30 дней удалять ключи там я не знаю только раз в неделю понижать ставки ну то есть определенный набор действий которые принципе понятен со временем со временем у меня сейчас сколько аккаунтов и товаров я пока справляюсь excel таблицами хотя еще раз говорю я сколько раз пытался на программе но мы с тобой помнишь сколько раз упирались какие-то проблемы технические какие-то что-то у нас там я уже не помню даже если у меня товары там аккаунты закрывались и каждый раз нет разбираться я какое-то время тратил я соответственно пока сижу на этих таблицах но на данный момент я начинаю потихонечку периодически зашиваться потому что у меня есть такие дни это начало месяца каждого месяца то есть я удаляю все негативы добавляю все не новые негативы я добавляю новые ключи ну то есть выстраивать степень какую-то такую систему для себя вроде логично ты сейчас рассказывай что там есть какие-то штуки которые делают за меня там объем работы для меня конечно там skyline там или как он там в терминаторе мы там наверное они могут но блин эти же программы кто пишет сама на самообучающийся то есть в любом случае как это все происходит кому я должен довериться то есть для меня это больше значит все эти правила давно были выписаны мы честно говоря не запретали велосипед есть такой чуть-чуть обратно посадали писяк копа которым принципе записано на самом деле есть 8 простых штабов по оптимизации компании который должен делать периодически раз поэтому пробегись ну скажи мне вот интересно вот твои все это брайан брэда я не знаю кто это вот реально ну не знаю но я убой человек я знаю есть чувак который знает пописи ну и что amazon это amazon он в нем разобрался но он красиво рассказывает мы уже здесь про обучающих а в столько нас слушались вот из-за этого мне вот этот брайан 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 ну классно человек классно чувак я его лично не знаю я иначе он там делает я не использую да он первый это начал да ну у нас наш у нас по обучению торговли на амазоне тоже до хера народа кто первый начал и где они сейчас где они сейчас все они сейчас ездят по форумам и рассказывать да я вот 20 лет тому назад когда амазон топ ничего вот из-за этого расскажи не я я не к тому что хорошо и плохо просто вот нормальный человек а многие вообще не знают кто это я уверен просто на по полу правильно кто такой про значит убрать и надо никого лучше я не знаю там часть появления по наш конкурент на самом деле вот брайан первый кто создал какой-то авторитиверный слоге писи был пионером этого дела он работал я не знаю там будет там с 15 до 14 молодец хорошо дальше это человек который накопил гигантскую статистику по чужим компаниям я не знаю когда он был единственно рынке наверно всех ушли у него какое-то невероятное количество есть и на основании статистики он собственно делать свои выводы то есть он видел изменения приводят какие то есть какие действия приводят каким изменениям это представляешь какой то есть при большой количестве статистики надо еще огромный объем до информации перелопать то есть он вот эти выводы сидел когда в него у него был доступ гигантское количество статистик и собственно вот на основании статистику делал какие-то выводы алгоритмы заменяются это мы пропустим давай дальше понятно я хочу понять вот реально вот все просто про это говорят как такое какое-то я не знаю но божество просто я понимаю то есть вот определенный довод крутой то есть это действительно набор статистики потому что когда у тебя и через тебя проходит большой объем информации которую надо заметить очень тяжело обработать потому что ну блин должен быть какая-то или программа то есть серьезно очень серьезно вот то есть как как которая все это будет обрабатывать и давать какую-то выжимку или чуть ли не вручную лопатить все это ну или там команда ребят должна правильно же давай дальше я понял набор набрал он огромное количество статистики дальше ну собственно и все но он посмотрел как люди делают успешно не успешно то есть эти разобрал и выработал какие-то определенные правила правильно то чтобы он разбирал там какие-то кейсы во первых все что касается птицы довольно хорошо но согласен естественно стать то есть мы собственно когда писали в систему там была масса статистики ожидания и так далее поэтому какая-то часть может быть просто выйдет автомат чистой математики и согласен обычная статистика я согласен набор объем информации обрабатывать да да но это естественно я за это говорю в принципе большая часть прикрывается вот что касаемо чудес здесь есть какие-то алгоритмы амазон например аранжирование так по поводу скидки вот сейчас спрашивают у меня было написано 30 процент скидки я не знаю мне просто было в файле я сейчас копирую 30 я тогда где-то течение не столь важная я просто извиняюсь может не стыков какая-то это ппп с вин вот это вот старый код и был написано что 30 вроде ну я могу ошибаться я сделаю 30 проблему я по поводу все-таки брайаном давай давай да да это очень интересно потому что очень часто его упоминают а на самом деле обычному смертному ну то есть вот как я например ну непонятно то есть что что мне за текущий момент это человек который имеет гигантское то есть после амазона на первом месте вот поэтому ему в принципе проще судить хорошо 8 правила расскажи пожалуйста если так на чем правило они достаточно простыми если вам азову на сайте можно посмотреть это правило по отбору включилась по выявлению эффективных и неэффективных чего слога работе можно зайти на сайт писископа можно они там где-то лежат собственно и недолго думает просто взяли как основу и собственно во всех автопилотных наших компаний в работе вина не но это например как правило типа у ключевика из тысячи показов предположим там пять кликов но то есть и на скидку так не помнишь да не можешь сказать не ну конечно там сегодня я так тебе сейчас не скажу я тебе пример привожу а просьба такая после можно найти ссылку там на этот почитаем потому что это реально ребятам мне например интересно потому что у меня есть свои какие-то критерии ну лишний раз не помешает почему не но основное это выявление собственно там по моему два правила связаны с низким сетях ключевики . с ними работать если тебя сетях низкий а надежная ключевик нет то есть вариант того что ты ставишь его на ресерч и смотришь если он там как-то изменил свои поведения или нет ну и так далее ну то есть там есть 8 вот уже на вот уже написали спасибо большое почитайте очень полезно в любом случае не только мне давай пойдем дальше что еще есть вот он набрал статистику рассказал написал эти правила и мы соответственно большому счету от них отталкивать правильно потому что фактически хорошо amazon я по моему опыту я еще раз говорю я вообще не претендую ни на что тем более не на лавры специалисты ppc amazon постоянно меняется то есть настолько постоянно меняется что сегодня они могли выкатить одно завтра другое а потом откатиться на два шага назад как вот 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 набрали статистику вот есть есть понятно базовые вещи я согласен база вещь это когда при низком сетяре высокий чпси так скажем при высоком cпси низкий сетяр то есть ну много кликов грубо говоря на ключ его показали соотношение чтобы если там опять же для кто не понимает при сотне например там 10 раз кликнули и это там хорошо 10 процентов а кликнули с 1000 один раз это плохо соответственно ваша ставка будет при хорошем раскладе ставка будет низкая потому что клика будет много соответственно будет умножаться при плохом при плохой конверсии ставка будет высокая принципе я от этого шел impression то же самое то есть начало идет показы потом идет сетяр потом cpc как бы должно взаимосвязано быть на амазоне нифига вообще вот просто нифига просто при сетяре там я не знаю в пять процентов это просто бешеный сетяр на мой взгляд там может быть ставка два бакса я понимаю что конкуренция да я могу сказать что это никакой не высокочастотник обычный ключ самый что не назвать long tail вот обычный совершенно ничего в нем таком замечательного нет вот а тут же рядом стоит ключи который по 0 6 по 0 7 и мы а а сетяр у него там я не знаю там ноль ноль один а тут пять процентов а тут 0 1 процент ну просто амазону сам вообще я не знаю настолько не то что непредсказуемый он просто там сырой кривой через там отслеживание очень длинная заторможенная и ты даже вот эти выводы делаешь и смотришь там не поймешь как ему вот я для себя эти правила выстраиваю кровью просто то есть я не знаю там натуре раз в неделю дай бог можно там эти ключи честь потому что получается бардак на паузу ставишь тоже такой же бардак получается вот ну я не знаю что на это скажешь постоянно изменения но смотри здесь я согласен что говорит что предугадать что-то что-либо достаточно сложно мы в темных вопросов вот 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 в темноте работаем реально вот просто на на ощупь у нас несколько по-другому система работает а не предугадывать что она делает какие-то действия на основании той статистики которые у тебя есть хорошо статистику с какой период времени я понимаю я работаю например с астистика у меня три показателя лаз 7 дней лаз 30 дней и и два месяца когда мне выгрузку дают данных вот у меня три статистики я по ним только работаю все принципе окей да у нас несколько другой об этом уже говорил у вас низкий но подход ко времени мы сначала приблизительно как ты когда мы только запускаем приводом 2 года назад мы приблизительно как пересуждали то есть мы брали за какое-то количество дней не смотрели что там происходит и вот там как раз мы вводим от ожиданий потому что это правило статьи из хороших было только по каким-то высокочастотным ключевикам а все что касалось низкочастотных у нас там был пулькин хрен статистики вот там начинался самый геморрой потому что мы не представляли что там произойдет у нас нет ну нет продаж нет статистике мы понимаем нет кликов нет импрессии таким вещами как мат ожидать то есть мы там углублялись мат статистику и в результате итоги там были ну не то чтобы там не очень хорош но они были вот пределах мат ожидания тогда то есть они могли попасть и потом если просто быстро переключали но это было не совсем правильно на самом деле там по практике мы ушли и сейчас мы пользуемся одно единственным показателем то есть мы уж не потому что мы не смотрим что в принципе с местным временной шкалой как мы пользуемся для того чтобы отслеживать куполу ключевик из хороших показов или нет когда за какое-то количество времени слишком мало какое количество времени опять же в этом есть смысл какой мы сейчас работаем и сейчас работаем с не со временем мы сейчас работаем то есть мы не говорим что поэтому причину это за последние 30 мы смотрим статистику за то есть короче вы не время а пока за просто импрессии потому что с точки зрения статистики время для нас ни о чем. С точки зрения статистики мы оперируем только показы. И у нас единица измерения времени дискретного величина, это не время, это показы. Поэтому, когда за последние три дня мы смотрим статистику за последние тысячи показов. То есть на Амазоне вот этот отчет на стене, она не показывает? Нет, почему? Мы скачиваем все отчеты, какие нам доступны, если у тебя есть более радио. Нет, это я понял. Да, мы анализируем все доступные отчеты и смотрим way back назад, то есть мы смотрим на последние тысячи показов. Я понял, понял, о чем ты. То есть мы не смотрим по 5 дней, потому что, если у тебя нет статистики за последние три дня по какому-то низкому ключевику, то... Я тогда, я просто себе это, я как калькулятор сейчас сижу, просто высчитываю все это. Быстро переварить мне сложно, но у меня есть сразу на это вопрос. Тысячи показов, хорошо. Товар сезонный, я понимаю, ну, примерно, в любом случае, 7 дней, последние 7 дней, последние 30, последние 2 месяца, это тоже условно. Мы в любом случае находимся в условностях постоянных, плюс 2 дня с запасами, потому что отстает Амазон еще в придачу. А, я тогда в этом отношении могу сказать, что тысячи показов. Хорошо. Вот я для себя вспоминаю сейчас отчет по своим товарам. Тысячи показов у меня, например, по ключам, ну, я не знаю, 20-30 ключей за последние 2 месяца. Тысячи показов. То есть статистика, грубо говоря, набрать. Я просто другим говорю, у кого даже этого нет. А у многих этого нет, потому что это не слабые аккаунты. Вот. Ну и не миллионники, конечно. Это сотысячники. Это получается за 2 месяца ключей 30-40, плюс, соответственно, они какие-нибудь задвоенные, потому что это в разных компаниях, разные, соответственно, осины. Вот. То есть, ну, получается, возьмем 30 ключей. То есть по 1000 всего 30 ключей за 2 месяца. Это один минус. Меня смущает, потому что, то есть набрать статистику по... Ну, то есть у тебя уже будет вопрос в импрешнах, то есть дефицит импрешнах. Второй момент – это дефицит импрешнах, то есть это надо, ты собираешь будешь статистику, тебе надо, чтобы оси на эти жили там, я не знаю, ну, достаточно долго. Второй момент, точнее, Skyo, второй момент. Меня смущает именно, если это время растягивается, этот товар, соответственно, не такое большое количество, а надо понимать, что у многих ключей, у многих товаров совершенно разные ситуации по ключам. Есть ключи. Просто семантика огромная, просто огромная вообще. И практически все негативы и позитивы не пересекаются. А бывают ключи. Наоборот, очень узкая семантика, и у тебя серфтерн-кейворды очень сильно пересекаются, и ты сидишь и реп учешь и высчитываешь, сколько по этому серфтерму пришло негативы и позитивы, и высчитываешь средний показатель. Ну, короче, в конечном итоге я прихожу к чему еще? К сезонности. То есть, так как время набрать определенное количество показов большое, как ты относишься, например, мы статистику набирали за лето, ну, реально, начали с июня месяца. Я тебе сказал 30 отзывов. Берем 4 месяца, это уже конец сентября, то есть уже октябрь. Но явно это не май. Ну, явно это не июнь и не июль. То есть, 4 месяца прошло, пускай у меня какое-то количество высокочастотников есть. Ну и все. И что мне делать на ноябрь, как планировать? Ну, опять же, если я правильно тебя понял, ты говоришь, что ты просто не можешь собрать практическу. Нет, нет, я не могу набрать просто, я считаю, что это никто, очень мало кто наберет, средний продавцы, я считаю, что вот средний продавец на такие объемы сможет набрать хотя бы вот эту тысячу импрессионов, и пока он наберет там, ну, блин, я не знаю, понятно, есть там и 10 тысяч, 20 тысяч, но я говорю про средний, то есть выше тысячи импрессионов, выше пускай даже 700 импрессионов, это пускай будет за 3 месяца ключей, я не знаю, ну, 100, да и меньше, наверное, ключей 60, ключей 60, потому что есть высокочастотники там и так далее, и будут задвоены. То есть, что делать человеку на ноябрь, как планировать? Сезон, время, временной порядок закончился, а что ему... Я понял, да. А что именно ты имеешь в виду подпланировать? Как система, да, будет это работать, потому что, когда я беру LAS 30 дней, LAS 60 дней, LAS 7 дней, LAS 30 дней, я смотрю, это динамика, а LAS 7 дней, это по факту, что происходит со мной. Соответственно, какие-то ключи у меня бывает вываливаются, ну, просто реально, снег выпал, я думаю, все, там, вот это не надо, там, а вот это надо, наверное. Я делал вывод, за эти 7 дней ситуация поменялась, там, например, из-за сезона глобально, из-за этого я, например, 7 дней начинаю варьировать этими ставками, а 30 днями я варьирую именно удалением, а 60 я варьирую именно добавлениями новых ключей. Ну, это я так вот, вкратце. Ну, это коротко, да, я понял. Ну, попробую ответить на вопрос, значит, что происходит с теми словами, которые мало статистики. Значит, смотри, прежде всего, для того, чтобы как-то работать над словами, да, то есть что-то с ними делать, да, определенные какие-то события, мы должны собрать под нее статистику. Для того, чтобы собрать под нее статистику, основная статистика, которую мы собираем, ну, ключевая, которая собирается, то есть работает на 90-80% принимаемых решений, это окос. Соответственно, для того, чтобы увиден окос, должна быть хоть одна продажа, да? Ну, естественно. Ну, то есть либо он другой, да, либо есть вообще не продаж, да, то есть это тоже, как бы, показатель, естественно, ну или это тоже кондиционер. Вот. Либо, если он не нулевой, то должна быть хоть одна продажа. Ну, я так понимаю, сначала идет импрешн, потом идет, соответственно, клик, CTR, потом, соответственно, идет... Это просто я назвал, и просто как бы это дискретизация. То есть мы дискретизируем не по времени, а по импрешнам, ну, условно говоря, по импрешнам, по кликам, по событиям. Ну, да, да. То есть для нас дискретизация является событие, а не время. Время у нас единственный вариант, когда у нас работает время, это когда мы, предположим, в компании получаем слишком мало импрешн, ну, как ты правильно сейчас сказал, слишком мало импрешн, и у нас робот начинает попытаться избавляться из этой ситуации. Возможен просто вариант, что мы выбрали из показов, и если робот, предположим, видит ситуацию, что мы не в Suggested Range, по этому ключевику, то он просто начинает вытягивать вверх, пытаясь дойти в Suggested Range, чтобы опять получать показы. Если мы находимся в Suggested Range, робота в виде приказа, и у нас все равно мало показов, робот понимает, что это просто, соответственно, низкочастотник, и он совершенно спокойно реагирует на эту ситуацию. То есть просто он собирает информацию дольше. То есть если это низкочастотник, он находится в Suggested Range, значит, с ним скурда шуфов. То есть он, в принципе, так и должен мало пока получать. Вот. Соответственно, он просто собирает дольше один статистик. То есть он ее собирает там не за день, за неделю, он собирает ее 6 миксеров. Вот тоже нормально. И какие-то выводы на основании там занесения в негативы, там, соответственно, там перемещение и так далее, он принимает на основании только тогда, когда у него соберется необходимый для принятия решения статистик, а не за 10 дней, не за 5 дней, за месяц и так далее. Вот. Поэтому я еще раз говорю, так как мы имеем дело с событиями, которые происходят с разной частотностью, то есть еще раз говорю, что, например, если у нас высокочастотник для нас собирает статистику за 3 дня, и мы можем уже на основании статистики принимать какие-то решения, то несколько частотниками мы можем 6 месяцев собирать статистику и только через 6 месяцев принять какое-то решение. Потому что ранее этого у нас не будет оснований для того, чтобы сделать какое-то решение по этому ключу. Мы просто потому, что мы не знаем... Короче, я понял. Если он хороший, значит, позитивное решение, если плохое, негативное решение. Ну, соответственно, да. Но для этого мы должны... Но для этого должны быть все равно критерии, чтобы он принимал эти... Должна быть собрана статистика, которая покажет, что и как. И по низкочастотнику... А можешь более конкретно? Например, я могу сказать более конкретно. То есть я удаляю в негатив, когда я собираю вот эту ежемесячную статистику, то есть 1000 импрешнов, CTR до 0,4, CPC до 1,5 долларов. Ну, у меня товары недорогие. До 50 долларов продажи, в закупке там до 10 долларов. Вот. Ну, все. То есть вот три показателя, по которым я удаляю. А, я КОС. Ну, все зависит, естественно, от товара, от продаж, который этот ключ мне принес. Но в основном это в районе 40% я все удаляю. Чищу. И знаешь, что еще я делаю? Я ежемесячно удаляю полностью весь негатив, со всех компаний до одной полностью и заливаю туда новый негатив за последние два месяца. Для того, чтобы где-то я, бывает, пережимаю, какие-то сделаю ошибки. Ну, и опять же, изменяется что-то. Да. Идя такая. У тебя человеческий подход к этому процессу это совершенно нормальный и правильный подход, но не в состоянии, ну, даже если ты ведешь в Excel, ты не в состоянии насколько спортулезно этим заниматься, насколько занимается наш робот. Конечно, конечно, я понимаю. Полностью и все моменты. Чем хорош робот для мышцового человека? Во-первых, вот опять же, что ты говорил, ты анализируешь по времени, то есть ты берешь отчет за последние два месяца, начинаешь его смотреть, робот совершенно не так делает. Робот не берет отчет за последний месяц, неделю. Для триггера, для робота, это какое-то событие, которое будет нескольким. Событие, например, это собрал тысячу показов или событие, собрал пять книг для событий, собрал одну продажу, и он может анализировать все данные за последние полгода для того, чтобы дождаться этого события. То есть, фактически, для того, чтобы тебе быть такой же точность работы, как робот, тебе надо конкулировать все твои отчеты полугодовой давности и статистику строить на них. Робот никогда не основывается на последний месяц, последний неделю, он накапывает всю статистику какая-то есть, только после, на основании у Брайана, в принципе, тоже у него ширина принимаемых решений, то есть, диапазон полгода стоит. То есть, он анализирует всю статистику за полгода и потом принимает решение какое-то. У нас нету, как бы, нау-яма, что называется, то есть, у нас нету такого лимита, что полгода. Если у тебя, там, супер-виский частотник, да, вы можете, там, а ты пользуешься нашу систему два года, он все на 2 года будет собирать информацию и тут, когда он там перешагнет, предположим, тысяча показов, он уже принимает какое-то решение. То есть, фактически, в отличие робота от живого человека, то, что он бесконечно далеко назад может анализировать статистику и бесконечно скрупулезно к этому относится, как эта машина. И если у тебя, там, много ключевиков в низких чистотах, то робот, ну, фактически, бьет человека там очень легко, потому что человек не в состоянии настолько анализировать статистику, даже с помощью XT, да, высокочастотника достаточно просто проверить. Потому что статистики много, в том же Excel за последний месяц их улучшает. то есть, ну, условно говоря, там, или за два месяца отчет скачаешь, там, посмотрел в Excel, а, и когда дело идет о низких статистику, то замену роботу очень сложно найти, потому что так анализировать статистику, там, за огромный диапазон времени, человеку практически невозможно. Высокочастотники, да, их проще, то есть, по высокочастотникам люди, которые работают с Excel, они делают очень просто. Они смотрят по эти правила, там, сетер, вот, который ты переселял, да, и начинают, исходя из этой ребенки, да, то есть, то, что подходит под эти правила, начинают делать какие-то действия, либо негативы, или потом чистить негативы, то есть, исключаем, и так далее. Вот, ты понимаешь, что робот делает то же самое, только он делает каждый день и по всему диапазон так, не только по сути, а по всему, что у тебя есть, включая все, я понял, в любом случае, то есть, некоторые вещи, ты меня это сама. Обратил на это внимание, то есть, я никогда не задумывался про действия, связанные с импрессином, то есть, в принципе, все ясно, то есть, для людей, думаю, моя задача была раскачать эту тему, потому что было все, грустно, и технически, спасибо тебе, нам надо именно глубже копнуть просто эти вот все моменты, была цель именно такая, я для себя могу что сказать, робот круто, все отлично, надо пробовать однозначно, есть один нюанс, куча моих листингов, к сожалению, живет там 14-2 месяца, все, набрать статистику очень сложно, да, понятно, что так как у нас из Каю, так как у нас понятно, что рестарты, все-таки компании живут подольше, к счастью, то есть, осины живут 14-34 дня в среднем, то СКю живет там, я не знаю, два месяца в среднем, но в любом случае, когда же наступят те времена, когда мы по полгода будем собирать статистику на товары, это будет, конечно, праздник, сейчас у меня, конечно, задача лично моя, как убогого человека, продавца на Амазоне, это научиться все-таки, наконец-то, набирать эти отзывы, я не знаю, что с ними делать, просто как люди живут там и миллионы грибут, когда нам реально заливают отзывы каждый день по два, по три негативных отзывов, ну, я не знаю, у меня слов нет, то есть, я, конечно, все понимаю, там, всякие моменты, там, и так далее, манипуляции, но нас загнали в такие условия, то есть, как научимся набирать по нормальному отзыву, реально, в тех объемах, в которых мы делаем продажи, то есть, продажи мы научились делать, осталось научиться закрепиться на этом, а закрепиться можно только исключительно с помощью определенного количества отзывов, точнее, даже не количества отзывов, а притока, то есть, я не знаю, в день три отзыва, в день один отзыв, пять отзывов, в зависимости от твоего местоположения, конкуренции, товарной ниши и всего остального, вот, если мы это научимся делать, тогда, я думаю, однозначно придется этим программой пользоваться, потому что даже Excel-таблица, это нормальная вещь, потому что у тебя есть ощущение, что ты сам все контролируешь, то есть, это вот, это может быть обманное такое ощущение, что сам контролируешься, вот это делаешь, но это до поры до времени, когда просто руками справляешь, и надо еще с Excel-таблицем, я честно могу сказать, стратегию постоянно менял, то есть, выстроил сейчас на данный момент вот определенный набор действий, которые действительно мне дают результат, но это вот только сейчас, то есть, я убил на это год, и очень много денег, потому что средний найм бюджет, ну, я говорю, примерно 2000 долларов в день уходит на все аккаунты, это, в принципе, так, по-стромному, вот, из-за этого, 50 тысяч, это хороший бюджет уже, ну, хороший, но у меня много аккаунтов, это вот мои личные аккаунты, их мне несколько, немного, несколько, уходят, да, вот, примерно такие, но чаще всего, это, знаешь, просто, некоторые аккаунты по 300, по 400 долларов съедают, а некоторые просыпаешься 800, 900, вот, то есть, вполне возможно и больше, то есть, я уже давно даже не считал, из-за этого на программы просто перескакивать вот из-за этих сложностей проблематично, как-то китайцы умудряются, как-то кто-то умудряется, учится, из-за этого я и спрашиваю, право, смотри, я понял, вопросы, попробую ответить, такие, как ты, в основном исключение, ну, я просто немножко знаю, про ту нишу, поэтому, мне кажется, специфика, именно этой ниши, да, твоей, но у меня много разных на данный момент сейчас, нет, ну, сейчас, сейчас, я не знаю, старого, который я знаю, когда мы сообщаемся, вот, поэтому, те аккаунты, которые, ну, с которыми мне приходится сталкиваться, да, ну, в основном, как, например, вот этот аккаунт, который человек пришел к нам в систему, ему очень понравился, и он там просил типа совершенствования делать, еще что-то, то есть, мы довольно открыто совершенствуем, некоторые вещи, которые здесь не сильны, кстати, вот, с помощью этого человека сделаны, то есть, он очень активный и много способствовал развитию нашей системы, то есть, он, как бы, самый наш главный бета-тестер на текущий момент, то есть, огромное количество там функций, привнесенных в ним, полезных или нет, но в основном полезных, конечно, вот, и, судя по аккаунту, таких клиентов, это старые товары, которые собирались, ну, я не знаю, как он собрался в начале, но это не скачущие товары, это все товары довольно старые, для них довольно много статистики. короче, то есть, это те люди, которые зашли на Амазон и вот в последние два года, намного раньше, как понимают. Ну, может быть, я не знаю, когда у нас настолько дальних статистиков на нем нет, но за последнее время, которое мы контролируем, товары не менялись, какие-то были новые и так далее, но вот этот довольно большой оборот у него достигнут на уже какие-то стабильные ниши, в которых он сидит, на которых много у него продаж. Ну да, вот я говорю, мы вот, по крайней мере, я на данный момент в России,